очень сильно был огорчен поражением тайсона кадыров что решил завязать боксом увы из-за этого мы сегодня не знаем вот эту звезду бокса и все мы знаем я истинно даже ты который пишет этот комментарий и ты знаешь где истина и ты знаешь что он предатель и я и весь этот мир знает что он предатель и он сам за ищем придать салам алейкум тренд на извинения онлайн кто-нибудь практикует кроме защитника ислама алейкум ассалям слушай нос по моему от него этот тренд очень многие переняли и в средней полосе россии да и не только даже в украине мы видели такие моменты так что в целом это практикуется наверное во многих местах тумсо и все-таки на тему предательства ты противоречишь говоришь предатель всегда трус но если кадыровец перейдет на вашу сторону то он герой и ваш брат предать можно осознав что ты на плохой стороне но это не предательство уже будет если бы мы перешедшего на сторону истинные человека называли бы предателем то мы называли бы его и трусом понятно что имея такие убеждения это как раз таки в этом и было бы противоречие человек который из осознав свое заблуждение переходит на сторону света на сторону правды сторону истины сторону свободы этот человек не может быть предателем и соответственно не может быть трусом этот человек как раз таки делает очень достойный поступок он выходит против силы ведь сегодня мы более слабые в плане нашей мощи и он переходя на эту сторону он красок и делает очень отважный поступок он начинает сопротивляться с при превалирующей силе это не может быть трусостью а когда ты от стороны истины правды переходишь на сторону лжи на сторону зла и на сторону которая у которой сила ты от слабости переходишь к сильному от слабого к сильному чтобы тебе было легче бороться далее со слабым что это если не трусость я повторю свои слова из предыдущего эфира если предательство это не трусость то вообще нужно убрать понятие трусости из нашего обихода и и тогда не существует трусость предательства это самое что ни на есть олицетворении трусости так у всех своя правда свои истины нет у всех своя правда но истина только одна этими отличается правда от истины истина она только одна дорогой друг правда дано там сон вот кадыров и считает что перешел на сторону света и не считает себя предателем. У него своя правда, у тебя своя. В том-то и проблема, что Кадыров знает, что он предатель. И Кадыров знает, где истина. И я знаю, где истина. И все мы знаем, где истина. Даже ты, который пишет этот комментарий, и ты знаешь, где истина. И ты знаешь, что он предатель. И я и весь этот мир знает, что он предатель. И он сам знает, что он предатель. И именно поэтому он вынужден постоянно собирать людей и рассказывать, что вот они говорят, что мы предатели. Но мы не предатели. Мы ведь не предатели. Вот Ша потерял ногу, он что предатель? А я что предатель? А вот он что предатель? Почему он об этом говорит? Потому что этот голос предателя, он его постоянно беспокоит. Не просто так он собирает этих людей и рассказывает нам о предательстве. Саламу алейкум. Как думаешь, сколько было бы у тебя подписчиков, если бы все, кто хотел, могли бы, не опасаясь, не подписываться, миллион минимум, мне кажется? Ну, может не миллион, но что-то близкое к этому, я думаю, было бы. Это я говорю чисто по статистике. Так как на меня больше, большинство людей, которые меня смотрят, на меня не подписаны. И учитывая это, я могу смело говорить, что мы были бы, ну если не за миллион, но под миллион точно. Саламу. Попрошу побольше уважения к академику, ученому, мастеру спорта по боксу и просто хорошему человеку. Мастер спорта, кстати, по боксу, если бы не поражение Майка Тайсона, после чего Кадыров решил оставить бокс, по его свидетельству, то, наверное, он сейчас был бы чемпионом по всевозможным организациям. Я думаю, он даже скинул бы вес и победил бы непобедимого Майуэзера. Затем, наоборот, нагнал бы вес и победил бы этих тяжеловесов, там, Усика, Кличко и прочих. Но вот Тайсон ему обломал эту карьеру. Очень сильно был огорчен поражением Тайсона Кадыров, что решил завязать с боксом. Ой, из-за этого мы сегодня не знаем вот этого звезду бокса. Но зато мы его знаем с другой стороны, в принципе, тоже нормально. Тумсо, кроме талибов никто не признает Ичкерию, потому что у всех стран есть свои сепаратисты. Да и талибы теперь ряде признают, так как ведут переговоры с Россией по экономике. Не только по экономике. Сейчас проскочила такая информация, что Россия рассматривает уже вопрос признания талибов официальной властью Афганистана. Поэтому в контексте этих событий, конечно, сейчас вопрос Ичкерии для талибов очень невыгоден. И в этом плане мы их понимаем. Здесь нужно относиться к этому с пониманием. Для талибов сейчас очень важно признание, а тем более признание России и Китая. Это две страны-члены СОУ без ООН. Для талибов, для Афганистана это очень важный момент. Поэтому, друзья, давайте будем относиться к этому с пониманием. Мы знаем, на самом деле, взгляды на все это Афганистана, сегодняшнего правительства. Мы знаем, как они относятся к нам, как они смотрят на войну российско-чеченскую. Мы ведь это знаем. И мы уверены в том, что когда у них будет возможность нас поддержать, они это сделают. У меня нет никаких в этом сомнений. Поэтому сейчас я считаю, что мы не должны цепляться за вот эти моменты. О, там с Россией ведут переговоры. Конечно, ведут. Это страна, которая только-только вот закончила войну, и сейчас ей для них очень важно нормализовать жизнь внутри своей страны, получить какое-то, хоть какое-то международное признание, стать на рельсы, так скажем, начать развитие. Поэтому нужно к этому относиться с пониманием. В Россиюшке вводят QR-коды. Как там с этим в Швеции? Ну, в Швеции нулевая смертность по ковиду, причем уже давно. Так что здесь и не было никаких QR-кодов, не было вообще никаких проблем с этим. Самое максимальное ограничение, которое здесь было, это собираться в одном помещении больше 50 нельзя было. Это вот максимум. Даже маски не были обязательными. Поэтому тут у нас, в общем, очень лайтовая такая тема. Стокгольм, Стокгольм. Саляму алейкум, Тумсо. Как ты, брат? Когда приедешь в Стокгольм, приезжай, наш Джамат тебя встретит подобающий. Твой брат из Дагестана. Алейкум асаляму. Рамату буракату баракаллаху фейк, брат. В Стокгольм я не знаю, когда я приеду. Но в Стокгольме я бываю периодически, когда есть такая необходимость. Но пока в планах не имею посещения Стокгольма, пока в планах нет, брат. Баракаллаху фейк. Тумсо, интересно твое мнение. Если Чечня объявит независимость и выйдет из состава РФ, какое ты хотел видеть свое государство? Либерально-демократическое или арабское, основанное на нормах шариата? Не то и не другое. Я бы хотел видеть свое государство, чеченское, основанное исключительно на Уране и Сонне, на исламе, и полностью правовое. Вот такое я хотел бы видеть свое государство. Если Ахмад Акадыров убил Кремль, зачем после него назначили Рамзана? Ведь ему намного больше позволяется, чем отцу даже личную армию иметь. Личную армию иметь ему отцу было позволено. У него тоже они были. Они ведь тогда вообще появились. И сам термин «кадыровцы», и это знаменитое СБ, это все при Кадырове-старшем появилось. Кадыров младшим, он просто продолжитель, продолжатель. Короче, продолжает эту тему. Он ничего нового не вел после своего отца. Вот ровно все то, что было при его отце, он это просто продолжает. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!